Виталий, приветствую тебя! На очередном видео совместный анализ, технический и фундаментальный. Сегодня мы после Non-Farm Perils, которые в этот раз оказались, ну, чутчику интереснее, чем обычно. Рынки пришли в движение, хотя если натянуть, опять же, реакцию рынка на выход статданных по Non-Com, СНП и вообще весь американский рынок до Nasdaq скакнули к новым локальным максимумам и чуть-чуть вообще остается до тех уровней, которые мы видели до пандемии, а это уровни, которые соответствуют историческому максимуму. То есть, действительно, рынок активно продолжает абстрагироваться от реальности, ну, в плане этих протестов, рецессий, отношений США с Китаем. Ну, все подчеркивают то, что идет какой-то прям напускной, насыщенный позитив, который хватают все и, несмотря ни на что, вкладывают, вкладывают в риск и обеспечивают тем самым то ралли, которое мы наблюдаем вдоль всего широкого рынка. Нужно даже постараться, чтобы найти сейчас актив, который не растет. Вот, кто-то критикует очень сильно доллар, но в то же время с долларом до сих пор не ясно, как он будет себя дальше вести, особенно в фоне последних новостей о том, что Китай активно избавляется от госдолга США и, соответственно, ну, не верит больше в активы, которые номинированы в американской валюте. Сегодня как раз я предлагаю, ну, со своей стороны сделаю акцент на индекса американского доллара. Давай тогда к демонстрации, к прошлым идеям и тому интересному, что есть на данный момент. Секундочку. Так, демонстрация должна бы уже пойти. В прошлый раз рекомендовал CELL, стоп по марке WTI с уровня 37.30, по-моему, тогда были значения. Да, собственно, где-то так. Соответственно, сделка сработала, ушли мы на лоу, который был на отметке 35.85, потом вернулись и дунули выше. Поэтому, несмотря на наличие в моменте очень хорошего потенциала на отработку начала коррекции с высокими шансами на то, что эта коррекция должна была перерасти в нечто большее, чем просто коррекцию, все равно мы увидели переписи локальных максимумов, поэтому сделка в очередной раз была закрыта по безубытку. Но вот никак не удается урвать какую-то мощную контртрендовую динамику по рынку нефти, а учитывая то, что страны ОПЕК сейчас договорились, ОПЕК+, скажем, в формате о переносе текущего соглашения еще на один месяц, потенциальное еще большее сокращение предложения может поддерживать вот это ралли еще какое-то время. Хотя вот по уровням, которые мы сейчас видим, марки WCA, это уже 40 мы тестировали, по бренду, соответственно, там чуть повыше, 43 доллара за баррель. То есть еще также совсем немного, и мы вернемся к тем уровням, которые наблюдали до начала пандемии. Конечно же, ралли состоялось, очень мощное ралли, и это ралли нуждается в коррекции. Но, судя по фундаментальному фону, пока что четко выявить какой-то катализатор для этой коррекционной динамики не удается, и я на какое-то время предлагаю просто нефтянку оставить в покое. Но, опять же, если у кого-то из наших слушателей есть какие-то интересные идеи по тому, как действовать, мы с Виталием будем только за, если в комментариях будете закидывать и вашу точку зрения, опять же, для общей дискуссии точно будет интересно. Вторая идея была фунт, тоже селл-стоп с уровнем 1,2560. Сделка была закрыта по стоп-лосс, который мы ставили на отметку 1, я ставил на отметку 1,2610. Не удалось выжить снижение, собственно, ралли продолжилось, и локальный максимум, который мы наблюдали, фактически... Это уже значение выше отметки 1,27. Сейчас идет небольшое снижение 1,2682. Ты знаешь, я предлагаю все-таки, раз у нас развивается остримничательное восходящее движение, которое идет в разрез с фундаментальным фоном, смотреть на индикатор Каймана, о котором я ранее уже говорил, это позиционирование трейдеров, быки, собственно, покупателей, продавцы. Сейчас, по данным этого индикатора, сохраняется перевес за продавцами, и можем сделать вывод о том, что рынок двигается в другом направлении, то есть продолжит расти. То есть по фунту я не буду какую-то конкретную рекомендацию давать. Ну, если кому-то интересно, считай, что потенциал роста еще не исчерпан. Опять же, друзья, если вам интересны рыночные настроения, смотрите за Кайманом. Как только начнет меняться баланс с текущих 70-30, например, на те же самые 40-60, этого будет достаточно, чтобы что-то изменилось в настроениях, вот тогда мы сможем увидеть и впоследствии вместе с тобой, Виталий, поговорить о том, не достиг ли рынок своего локального максимума и не будет ли развита нисходящая динамика. Пока что я вижу риск с учетом общего позиционирования и перевеса 70-30 по Кайману только в растущей фазе. Что касается сегодняшних идей, из того, что я сказал по фунту, ситуация схожа с европейской валютой, то есть идет коррекция, если мы посмотрим сейчас на дневки, то есть такой технический аналитик, классика, в принципе, для технорей, Билла-Виллимса с разворотными свечами, ангуляцией и так далее. Основоположных индикаторов кальмар, то есть аллигатор и, соответственно, весомый кастылятор. Сейчас по классике Билла-Виллимса, конечно же, назревает очень хороший потенциал для развития нисходящей динамики, потому что свечка противоположного цвета, соответственно, контртрендовая и с хорошей ангуляцией. Но я рекомендую пока что не залазить в короткие позиции, потому что, опять же, оценивая текущую динамику и расстановку сил по индикатору Кайман, сохраняется потенциал для дальнейшего роста. И то же самое, что и по фунту. Пока не начнут меняться настроения, которые поспособствуют изменению именно доминирующей силы с продавцов-покупателей, здесь только лишь лонги. Я предлагаю сделку, Виталий, сегодня Байлимит с уровня 1.12.50, соответственно, стоп-лосс можно поставить на уровень 1.12. А что касается тейк-профита, то здесь можно ожидать перехая локального и движение в район отметки 1.14. И вторая идея сегодня по индексу доллара, бай-стоп с уровня 97, сейчас 96.92. Почему эта идея, мне кажется, может быть интересна на этой неделе, потому что у нас заседание Федрезерва, пресс-конференция Джерома Паула. И эта пресс-конференция точно будет интересна, потому что сейчас очень много негатива льют на доллар. И мы видим то, что многие страны, реально имея большую долю в своих резервах именно американской валюты, начинают переживать за то, что вот эти бешеные экономические стимулы в конце концов спровоцируют еще большую девальвацию американской валюты. Поэтому доли постепенно сокращаются, и вот эти голословные заявления Китая о том, что они тотально выходят из американского долга, это то, что стало достоинением общественности. На это должна последовать реакция, потому что если ФРС сейчас не сделает ничего, чтобы немножко поддержать доверие к американской экономике, ну, будет совсем плохо. Потому что если сейчас не остановить выход крупных инвесторов в Китае, это вообще основной одержатель американского государственного долга. Если не остановить выход из этих активов, то американская экономика может столкнуться с еще большим кризисом, нежели тем, которым оказалось сейчас. Поэтому выступление Паула точно будет интересным. Я думаю, что ему в качестве такого директивного указания дадут задание все-таки сохранить трейдеров и сохранить интерес в отношении американского доллара. И очень рассчитываю на то, что американская валюта вообще, индекс доллара, завершит эту неделю точно выше отметки 97.50, поближе к уровню 98. Поэтому, как уже отметил, сделка лонговая, бай-стоп с уровня 97.00, стоп-лосс можно поставить на отметку 96.60 и ждать уже индекса доллара в среднесрочной перспективе в районе 98.5. Но если что-то изменится, я думаю, что мы с тобой на следующих совместных видео ситуацию также дополнительно прокомментируем. Виталий, передаю слово тебе. Так, всех приветствую. Какие там суммы Китай продает с долга США? Большие или маленькие? Слушай, это надо еще проверить. Я думаю, что пока что это не лавинообразная тема. Все-таки им тоже болезненно будет, если сейчас цена резко обвалится. Потому что на балансе-то у них находятся эти облигации. Ну, я думаю, там для Америки вот этот госдолг, эта сумма, для ФРС это все виртуальное. Поэтому, я думаю, там без проблем будет выкуп проходить. Что у них там на балансе? Плюс-минус там несколько сот миллиардов. То есть это все виртуальное такое. Поэтому они, мне кажется, однажды тоже грозились или продавали какую-то часть, около 500 миллиардов долларов хусдолга. Они там выкупили, рынки даже просели на 1-2%. Поэтому это такое. Так, давайте пройдемся по рынку. Я так понял, у тебя евро-лонг и индекс доллара-лонг. Правильно? Я понял. Да, есть такое. Это хорошо. Так, пройдемся по тем идеям, которые я давал на прошлой неделе. И вкратце какие-то комментарии будут по основным инструментам и там ключевые уровни и текущие идеи. Итак, на прошлой неделе у меня была рекомендация по золоту в шорт. Так, сейчас уменьшим. То есть вот у нас был 3 июня. То есть среда давала рекомендацию в шорт. Мы торговались около отметки 1722-23 доллара утром. Цели ставились среднесрочные. В принципе, мы их сделали. Мы в понедельник сразу отпадали, точнее в среду. Около 300 пунктов и до конца недели, до пятницы добили еще плюс 200 пунктов. То есть около 500 пунктов. И мы сделали, в принципе, такие достаточно сильные уровни поддержки. Вот добили вот один минимум локальный. И в пятницу добили вот предыдущий локальный откат, который был на восходящем тренде. На текущий момент, в принципе, я там писал в комментариях под видео, что когда мы в среду сделали первый обвал 300 пунктов, я писал, что желательно 50% объема сделки закрыть, если кто-то торговал по моей рекомендации. И 50% оставить для дальнейшего движения. Это первый вариант. И второй, там, по желанию, если трейдер, скажем, сливил такую большую прибыль, может и все закрыть. То есть это уже по желанию трейдера. Есть там интродейщики, кто-то может удерживать позицию. Там 2-3 дня, кто-то и неделю и так далее. То есть пока по золоту рекомендаций никаких нет. То есть мы достаточно свалились в хорошую поддержку. Что здесь будет, нужно смотреть дальше. Итак, также была рекомендация по биткоину в шорт. То есть вот у нас 3 июня. Давала рекомендацию в шорт со стоп-лоссом выше 10 тысяч. Там около 500 долларов, получается. Я писал потом, как и по золоту, писал вечером, получается, в среду, что золото, этот биткоин советую закрыть, скорее всего, потому что здесь мне не понравилась вот эта комбинация свечей, которая была, она была такая бычая, плюс локальное зеркало. Поэтому посоветовал закрыться. Если кто не закрылся, то сейчас у нас небольшой убыточек по данному инструменту. Также там был вопрос от слушателя, то есть комментарий по поводу, возможно ли покупать биткоин. На то время я ответил, что я вне рынка нахожусь по биткоину. Это была среда или четверг, это в таком формате вопрос был. Уже в пятницу своим ученикам я говорил о возможных шортах. Они, в принципе, немножко там 200 долларов отпадали. На текущий момент у нас вчера, в воскресенье, достаточно хороший был выкуп по данному активу. И сейчас, в принципе, что я могу сказать, кто торгует биткоин, возможен какой-то лонг по данному активу. Можно купить, в принципе, с целью, там, у нас сейчас цена 9700 с копейками, там, с целью 10300 до вот этого хая, который у нас был на прошлой неделе. В принципе, если кто-то торгует биткоином, комментарий мой, что может быть, скажем, рост по данному активу. Дальше. Какие идеи будут у меня на сегодня? Это будет одна идея. Это будет доллар-франк лонг. Мы видим, он уже начинает расти. Конечно, хотелось бы получше зайти по данному активу. То есть можно разбить в таком случае на 2 объема. Ну, условно, если кто-то там торгует, условно, там, одним лотом, да, можно там 0.5 лота купить по текущим. Это 0.96, там, 30, 35. И вторую покупочку лимитом поставить на ночной минимум. Это 0.96, там, 0.5. С общим стоп-лоссом где-то в районе 0.95, 55 пусть будет. То есть и цели у нас, скажем, здесь возможно взять какие-то локальные, то есть хотя бы там пунктов 50, 70, 80, где-то в район там 97. И, возможно, скажем, это будет, как первый вариант, это локальная какая-то коррекция произойдет с текущих. Или, как не исключаю варианта, глобальный какой-то разворот. Но это уже будем по факту смотреть, что будет дальше рисоваться. Поэтому у меня будет одна идея такая с двойным. Два ордера, то есть текущая покупка и лимитом. Дальше. Ну и краткий комментарий могу дать по евро-доллару. В принципе, ты отметил моментом по Биллу Вильямса, что рисуется какой-то шорт, но Кайман показывает, что еще находятся все в шортах по данному активу. В принципе, я давал в пятницу на открытом микрофоне точку входа в шорт. В каком формате? Я говорил, что нужно следить за уровнем хай четверга, который у нас был. Если будет по отношению к этому уровню ложный пробой, на часовиках он, в принципе, и произошел. Там я записывал утром обзорчик до 10 утра. И после 10 утра мы сделали ложный пробой. Сложный-ложный пробой на часовом тамфрейме. И мы, в принципе, неплохо снизились. Там около пунктов 70 сделали. В принципе, не исключаю, что у нас здесь может, скажем, появиться еще более глубокое снижение. То есть вплоть до твоей лимитки и, возможно, даже ниже. А что будет дальше? Будет ли перехай? В принципе, нужно следить за этим инструментом. Что там будет рисоваться? Напомню, когда там будут новости в среду, да, по ФРС? Да. Да, поэтому здесь, возможно, что-то более красивое нарисуется. Но пока каких-то глобальных моментов по евро на разворот нет. Но такой локальный какой-то что-то показывает. Поэтому я до этого времени был все время быком. Скажем, советовал только покупки. И сейчас, с пятницы, я уже, скажем, с такой осторожностью даю советы на возможное снижение по данному активу, скажем. Нужно быть очень осторожным, потому что это контртренд. И здесь есть небольшие предпосылки для снижения, но они, скажем, слабенькие. Потому что по сравнению с предыдущим хаем по евро, который у нас был в марте, вот здесь видно красная свеча, которая поглотила предыдущую свечу бычью. Она, видно, показывает, что здесь явные медведи на рынке пришли. А здесь пришли медведи, но они такие полудохлые, да, вот эти медведи. Но не исключаю вот такое снижение по данному активу. Дальше. Ну и краткий комментарий по фунту. В принципе, не знаю, кто там, все шартят по Кайману, да, статистика. Советовал еще с прошлой недели покупать данный актив с понедельника. То есть мы сделали практически там 300-400 пунктов по данному инструменту. Поэтому сейчас пока я бы наблюдал за уровнями, которые я называл в прошлый раз. Это у нас для ориентира это 26.17 и 26.45. То есть если зайдем сегодня там сильным импульсом ниже данного уровня, желательно нижнего, в принципе здесь могут сгенерироваться какие-то шартовые идеи. Но это уже нужно по факту смотреть, какое это снижение будет импульсное или там медленное и так далее. Поэтому это такой краткий комментарий. Плюс нефть, в принципе, тоже аналогично с понедельника еще прошлого. Ровно понедельник давал покупочки. Мы сделали по бренд практически за всю неделю 500 пунктов, даже чуть больше. В принципе, рост продолжается, но, скажем, существует дальнейшая, больше вероятности для того, что мы уйдем на какую-то коррекцию. Но пока каких-то признаков нет. А если рынок просто уйдет на коррекцию без признаков, которых я понимаю, ну пусть идет. Поэтому рекомендаций пока нет. Пока все смотрится в лонг, если кто покупал, может какую-то часть небольшую, там 20-30% от объема удерживать и так далее. А шартов я пока здесь не вижу. Ну и по S&P 500 аналогично. Рост продолжался еще позапрошлой неделе, советовал все время покупки. Шартов здесь никаких нет. И следить за уровнем, для понимания, это 3125, если сегодня или завтра мы уйдем ниже этого уровня, будет слом вот этого восходящего тренда локального, который здесь есть за последние три недели, то, в принципе, возможно, здесь будет генерация каких-то шартов вплоть до уровня 2960. И, возможно, ниже или глобальный разворот, это уже по факту будем смотреть. Ну и плюс еще в пятницу говорил наблюдать за индексом NASDAQ. Это единственный из американских топовых индексов, то есть S&P, Dow и NASDAQ. NASDAQ один переписал high. То есть в пятницу, я говорил, он наблизился к high, а только в конце дня он перебил high. Поэтому, как видим, вот эти высокие технологии в космос улетели. Поэтому уровень для понимания, что делать 9756, он остается. Если будет какая-то проторговочка выше, нужно смотреть на ее комбинацию, то есть на ее структуру точнее. Возможно, будет генерация дальнейших лонгов. Если уйдем сегодня ниже или уже завтра сильным импульсом, то присматриваться к шартам, ну, нужно смотреть комбинации S&P 500 и так далее. Поэтому пока это краткий комментарий. Основная идея – это доллар-франк. Это аналогично практически как у тебя индекс доллара, да, возможно, там повышение. То есть, в принципе, я продерживаюсь такой идеи аналогично по индексу доллара. Но если сравнивать франк и индекс доллара, по франку, как видим, прошел достаточно сильный пятницу импульс, практически сколько это в пунктах было, с минимума. То есть мы сделали там одну фигуру, а по индексу доллара, ну, там какое-то копеечное движение было. То есть есть такие непонятки все время. Вот евро-доллар там упал 80 пунктов, франк 100 пунктов вырос, индекс доллара там сколько там, полфигуры сделал ели. То есть такие разногласия бывают по этим инструментам, которые, в принципе, имеют общую корреляцию. Согласен, Италий. Спасибо тебе за комментарии. Ну что ж, давайте тогда следить за рынком. Следующий эфир у нас с тобой уже в среду. То есть как раз утром перед заседанием Федрезерв еще раз актуально будет обсудить ситуацию с долларом. Ну, может, уже что-то и произойдет с американской валютой. В принципе, с ней должно что-то произойти, учитывая фундаментальный фон. И поскольку у нас идеи с тобой завязаны на долларе, я думаю, что комментарии точно будут. Еще раз тебе спасибо. Хорошей торговой недели, предстоящей дне. Друзья, как и вам всем. Давайте вместе следить за тем, что происходит. Всем пока. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok